всем привет в этом небольшом уроке мы с вами создадим небольшую 3d локацию и нашей целью будет не столько создание самой локации сколько изучение небольших но очень важных моментов связанных с тем как более грамотно и умело использовать инструменты редактирования 3d локации в юните мы будем использовать пока только графические примитивы которые есть в этом движке наверняка вы уже попробовали добавили на сцену какие-то объекты кубики шарики и так далее если вы не знаете как работать вообще с редактором то по ссылке я даю ссылку на видео где вы можете это изучить но для тех кто уже основные инструменты знают мы с вами продолжаем изучение вот мы остановились с вами на том что сделали небольшую локацию даже поставили персонаж но это в общем пустое поле и ничего интересного поэтому сейчас я сделаю следующую вещь я создам новую сцену я нажала комбинацию клавиш control n это быстрее чем выбирать пункт меню файл new сын и очень хорошая практика очень хорошая привычка как только вы создали новую сцену мы ее сразу сохраняем нажимаем control s и вспоминаем что сохранять необходимо все объекты по нужным папочкам чтобы у вас был здесь порядок значит папку сенс мы сохраняем сцену я напишу название прототайп у меня прототип небольшого уровня назовем это так чего начинается создание любого уровня игры любой локации конечно же с проектирование сейчас мы сделаем просто небольшую условно говоря какую-то комнату или даже потом вы сможете из нее сделать лабиринт но опять же наша цель не в том чтобы сделать что-то красиво красиво получится у вас а в том чтобы изучить еще дополнительные инструменты итак первый объект который я добавляю я добавляю объект plane plane это плоскость которая будет являться плоскостью пола и напомню что когда мы начинаем создавать чтобы то ни было крайне желательно чтобы мы начинали из точки 0 0 0 вот здесь я немножечко уже крутила колесико мыши даже хоть несмотря на то что это было на предыдущей сцене unity запомнил позицию и все объекты добавляемые на сцену они добавляются примерно в центре отображаемой части сцены скажем так допустим если бы я отодвинулась еще больше и добавила объект давайте вот я сейчас добавлю кук то он тоже появляется в центре видимой части сцены это иногда бывает удобно если я хочу вот чтобы примерно вот здесь у меня появились какие-то объекты но пока это я отменю но мы начинаем сначала и соответственно желательно не забывать о том что любая сцена любая локация должна начинаться из точки начала координат то есть 0 0 0 здесь у нас позиция должны быть 30 можно ввести их ручками а можно взять и нажать правую кнопочку мыши на название компонента и в принципе можно просто выбрать reset или нажать на многоточие что то же самое и тоже выбрать reset reset означает то что мы обнулили все значения то есть если здесь было что-то не равное 0 или единицы в случае скаева все станет здесь 0 и здесь единицы это начальное значение и сейчас у нас точно в центре стоит наш play и мы видим что начало координат у нас тоже в центре вот это вот точка 0 0 0 повторю еще раз это важно потому что некоторые начинающие разработчики начинают играться по сцене куда-то так вот уходит далеко-далеко-далеко и потом у них начинают прыгать координаты и из-за этого возникают какие-то проблемы с отображением в редакторе если компьютеры не очень мощные то редактор может подтормаживать если вы не от начала координат начинаете далее сейчас мы вот допустим представим что это должна быть какая-то комната какого-то размера значит что такое у нас размеры до вспоминаем что вот эти вот клеточки у нас есть единицы измерения мне тоже подключивать начинает немножко отображение ну вот на сетке хорошо видно вот каждая такая клеточка эта клеточка метр на метр мы тоже можем это проверить добавить объект куб вот вот у нас метр метр тоже не очень хорошо видно потому что надо сделать reset position ну или reset если сделаю reset position то обновляться только 00 и вот мы видим что у нас размер метр-метр вот такой вот но опять же дело сейчас не в метре а в том чтобы мы могли понять какого размера у нас должна быть локация то есть сколько метров мы хотим чтобы у нас была площадь до соответственно мы эту площадь либо увеличиваем либо уменьшаем я ничего не буду делать но вот в данном случае имеет смысл вспомнить о том что для плоских объектов очень хорош вот этот инструмент иект он для 2d объектов а plane по сути это 2d объект практически потому что если мы вот так вот завернем то снизу мы ничего не увидим здесь нет нормали отрисовывается только верхняя поверхность вот это вот соответственно мы можем использовать ректу и изменять размеры вот так вот аккуратно ну либо сразу в нескольких направлениях если мы возьмем за маркер которые вершиной является то есть вот я сделала побольше площадь вы видите что у меня такая трапеция это связано с тем что отображается у нас все в перспективе то есть мы видим что ближе что дальше так мы в принципе видим что такое перспектива смотрите читайте либо я сделаю ссылку на урок правда для начинающих программистов скрэйч где я рассказываю о перспективе далее сейчас мы хотим расставить стены чтобы расставить стены нам нужно взять кубики понятно да мы можем просто из кубика сделать условно говоря кирпичик то есть я могу взять инструмент стилту и вот так вот масштабировать в одном направлении сплющить немножечко и сделать выше вот уже стена практически и поставить эту стену ну естественно на край комнаты но смотрите что получается работать мне очень неудобно я не понимаю где у меня край мне очень не видно ничего из-за вот этой вот перспективы из-за того что я смотрю с разных точек поэтому когда мы делаем комнату лучше всего во первых нажать вот центральный кубик вот этих вот веточек вот этого гизма для того чтобы отключить перспективу перейти в изометрическую проекцию где мы видим все без искажений то есть у нас все будет пропорционально и нажать на ось y для того чтобы получить вид сверху вот сейчас мы можем спокойно ставить стены нашего пространства нашей комнаты допустим вот сейчас я точно знаю что я попаду но в данном случае немножко поторопилась потому что на самом деле лучше сначала сделать скейл а потом уже переместить аналогично мы можем посмотреть сбоку в том смысле что вот у меня здесь к сожалению не видна плоскость плейна мы уже сказали да она абсолютно плоская поэтому если вы хотите чтобы у вас было на две этажные например здание что были потолки то используйте тоже для пола и потолка примитив куб и делайте из него такие двусторонние доски назовем это так но если мы смотрим сбоку то мы можем ориентироваться на сетку и соответственно я могу вот эту вот стену немножечко приподнять тоже сильный лучше не стараться потому что мы можем ну скажем сделать некие зазоры и чтобы не было отверстий никаких лучше вот так вот немножко запасом это делать итак первая стена у нас готова теперь мы можем сделать следующую вещь принципе ну вот то что уходит у меня за границы может быть это не очень хорошо поэтому можно в принципе немножечко от скейлить сделать меньше вот сейчас данном случае мне ректу больше нравится до чтобы ничего не съезжало и теперь мы эту стену можем использовать как прототип уже до для создания других стены толщина у нее будет одинаковые и в принципе даже я могу сразу наложить материалы и с материалом работать но как правило материалы накладываются потом еще что очень важно желательно вот когда у нас создаются объекты им давать адекватные имена но plane еще ладно понятно плоскость хотя если это пол то соответственно лучше написать что это пол например по английски floor если это стена то соответственно лучше всего написать что это стена и теперь мы можем дублировать эту стену для того чтобы расставить по периметру как это сделать мы можем в панели инспектор нажать правую кнопочку мыши и выбрать duplicate либо использовать комбинацию клавиш control d но сейчас я продублировала один раз это у меня вторая стена и я просто спокойно и я беру и перемещаю в нужное мне положение теперь я нажму control d вот у меня еще одна стена я ее немного смещу чтобы увидеть и поверну вокруг оси y на 90 градусов потому что не нужно ее поставить с другой стороны вот так данном случае опять же мне не принципиально что она туда выходит но если необходимо то вы можете ее масштабировать и так еще раз control d и вот у меня четвертая стена все замечательно сейчас я могу увидеть что у меня вот уже по периметру все стоит все прекрасно и если мы еще раз нажмем на кубик в центре то вот уже нормальная такая локация по которой можно уже гулять если вы захотите сделать более сложную конфигурацию как я уже говорила в начале лабиринт то же самое вид сверху и расставляйте стены сверху но лучше вот из перспективы и тебе заметнее для того чтобы у вас не было вот этих вот искажений потому что видите вот это вот тени это мы как бы сверху смотрим и вниз у нас уходят все лучи следующее что важно знать начинающим разработчикам вот у нас уже в принципе монолитная конструкция есть и если мы захотим ее куда-то перенести или что-то еще с ней сделать лучше чтобы она у нас была монолитной мне иногда задают вопросы как сделать чтобы вот они были все вместе для этого у нас есть специальные объекты которые называются пустые объекты mt object нажимаем правую кнопочку мыши и выбираем create empty то же самое можно сделать из вот здесь вот плюсик или create create empty или game object это же create empty пустой объект и допустим я хочу чтобы это здесь у меня были все стены поэтому я пишу walls то есть все стены и смотрите в панели инспектор я должна в панели иерархии извините я должна вот эти вот все объекты выделить как я могу это сделать если по одному то я зажимаю клавишу control и кликаю мышкой вот так либо что удобнее если у нас подряд идут объекты я выделила 1 нажала shift и теперь кликаем мышкой по последнему вот они все по порядку выделились теперь я зажимаю левую кнопочку мыши на выделенных всех этих объектах и смотрите я их перетаскиваю на вот этот объект walls вот к сожалению в unity 2019 и нет подсветочки красивая которая была предыдущих версиях возможно ее вернут потому что вот этот серенькая подсветка не очень удобная на мой взгляд а в предыдущих версиях очень хорошо голубым цветом с ободочком подсвечивалась было удобно и теперь мы понимать начинаем что такое иерархия у нас получается что есть родительский объект walls он называется пустым просто потому что это некая точка в пространстве с какими-то координатами и у нее нет никакой отрисовки но внутри этого объекта есть четыре дочерних объект так называемых и теперь если мы вот этот объект walls свернем во первых нам удобнее работать с панелью иерархии а во вторых смотрите вот все наши стены мы можем уже передвигать делать с ними что хотим я конечно же сейчас отменю и даже если вдруг мы забыли что-то там отскалить мы можем даже отскалить вот допустим я все стены взяла и быстренько отскалила хотя иногда это не самый тоже хороший вариант потому что все вот эти вот вещи они отражаются на родительском объекте а на дочерних остаются прежними но это детали которые уже возможно вам понадобятся для более сложных проектов ну и конечно же желательно чтобы вся комната нормально себя чувствула поэтому естественно я добавлю сейчас еще один пустой объект назову его room и и пол и стены я перетащу в иерархии под объект room и смотрите вот у меня комната вот все внутренние объекты если сюда начну ставить какие-то еще объекты мебели прочее соответственно лучше чтобы они были здесь внутри под этим родительским объектом еще раз повторю это очень удобно во многих смыслах и об этом вы узнаете также из многих других уроках и так мы сделали небольшую такую подобие комнаты назовем это так и в следующей части я покажу еще некоторые интересные фичи назовем их так которые позволят делать еще более красиво и быстро и точно до встречи следующей части а пока можете потренироваться вот с видом сверху сбоку и прочие какие-то вещи